Накануне 73-й годовщины победы над нацизмом под Киевом в Новых Петровцах возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Мероприятия, посвященные Дню памяти и примирения, прошли также в музее Битва за Киев 43-го. Все подробности в нашем материале. У могилы неизвестного солдата в Новых Петровцах под Киевом собрались ветераны и молодежь. Владимиру Мартыновичу было 14, когда началась Вторая мировая. В 17 он ушел добровольцем на фронт. Те тяжелые дни вспоминает с болью. Потерял многих друзей и не раз рисковал жизнью. Ветеран рассказал, в 44-м люди мечтали только об окончании войны и победе. И слава Богу им, что мы остались живыми. Все эти годы День Победы отмечали со слезами на глазах, рассказывает бывший солдат. Каждый год он приходит к мемориалу в музее Битва за Киев 1943-го. Освобождение столицы Украины во время войны стало проявлением настоящего патриотизма. В той битве погибли сотни тысяч солдат. За Киев сражались не только украинцы, но и грузины, русские, казахи. Важно помнить об этом, говорят ветераны. С ними согласен и лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Накануне 73-й годовщины Победы нардеп возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Вот сегодня еще раз увидели в том, насколько важно, чтобы память о Великой Отечественной войне сохранилась у людей. Насколько важно напоминать о той трагедии, которую перенесла наша страна. Особенно с учетом того, что происходит в стране сегодня, что надо заканчивать, можно быстрее войну, надо заканчивать убийство. И вот эти места, они еще раз показывают, какая страшная была трагедия и как важно не допустить повторения. Лидер оппозиционного блока отметил, попытки власти отменить День Победы и переписать историю Второй мировой войны беспокоят ветеранов. 9 мая всегда будет днем Великой Победы над нацизмом. И эту традицию необходимо сохранить, уверен политик. Это будет образ для людей, которые создали большую перемогу. Потому что люди, которые принимали участь, их не так много и осталось, но они еще есть. Они этого не заслуговывают. И вообще общество не заслуговывает того, чтобы было пытаться переписать историю. Чтобы будущие поколения помнили о великом подвиге своих дедов и прадедов, Юрий Бойко вместе с ветеранами и школьниками высадил несколько десятков елей. Важно не допустить, чтобы вандалы скверняли или разрушали мемориалы. Памятники, могилы, где похоронены неизвестные солдаты, считает Юрий Бойко. Наоборот, их нужно восстанавливать. Чем оппозиционеры активно занимаются накануне памятной даты. Нам дороже дадим, чтобы отримать. Юлия Жешко, Наталья Шумакова, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.